Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим один кривой дебют, в котором белые уже на втором ходу отклоняются от теории, но тем не менее имеют хорошие шансы на победу. Также рассмотрим секретные варианты чемпиона Европы и неоднократного чемпиона России международного гроссмейстера Владимира Егорова, который, кстати, сейчас возглавляет рейтинг лист по русским шашкам, то есть это сильнейший российский шашист на данный момент, и секретный вариант международного гроссмейстера Игоря Михальченко. Значит, дебют такой, cb4, bc5, и вот здесь белые неожиданно меняются, ed4. В принципе, подобные размены всегда не ведут ни к чему хорошему, но в данном случае так играть можно. Можно бить и на поле f4, или на поле d4. Мы сегодня с вами рассмотрим удар на поле d4. В этой позиции у черных есть, в принципе, три логичных ответа для того, чтобы атаковать. Это размены fe5 с боем на e5, значит, ход de5 и ход cb6. Ну, ход cb6 не ведет к преимуществу черных, но тем не менее здесь белым надо играть достаточно точно. Для уравнения надо играть либо d3, либо bc3. Но я предпочитаю играть d3. Теперь, если черные меняются, bc5, видите, у черных несколько ослаблен правый фланг, поэтому преимущества здесь у них не должно быть. Мы играем bc3 и на сильнейший ход hg5, ну, на ход fe5 сыграем ef4, связка там никакого преимущества у черных не будет. А на ход hg5 жертвуем шашку, наиболее точный ход, и заходим в люпки. Ну, и после хода hg6 возникает примерно равная позиция. Вот это наиболее точное уравнение за белых. Так, если черные играют fe5, наиболее популярный вариант, здесь игра протекает следующим образом. Белые играют gh4, занимают угловое поле, не давая хода hg5. Ну, и допустим, ab6. Естественно, надо играть bc3. Ход gf2 быстро проигрывает из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Она не сложная, но симпатичная. hg5 и dc5. И черные выигрывают. Естественно, мы не попадаемся на такие легкие ловушки, играем bc3. Ну, и далее, возможно, bc5. Сдвигаем царскую шашку, подкрепляем свой ослабленный правый фланг ef2. Черные подтягивают отсталую шашку hg7. И здесь играем ab2. Вот на этой позиции возможны, в принципе, два хода. Более сильный ход gf6 и интересный ход cb6. Ну, gf6, конечно, сильнейшее продолжение. И теперь белым для сохранения равновесия надо играть предельно точно. hg3. После hg3 еще можно побороться за ничью. Но, тем не менее, у черных здесь, конечно, везде во всех вариантах преимущество. Если же белые сыграют неаккуратно b5, тогда черные уже начинают развертываться в центре. ef4. И после хода c5-4 черные могут провести очень красивую комбинацию. Переверну за черных, чтобы вам было удобнее. Попытайтесь найти комбинацию за черных. Черные начинают и выигрывают. Идея дореволюционного шашиста, серебряного призера чемпионата Российской империи по русским шашкам, Александра Ивановича Шошина. Черные отдают шашку fg3. fg3. Затем отдают еще три шашки cb6. И вот такой наносят красивый сквозной удар. То есть шашка дважды перескакивает через поле e5. Вначале как шашка, а затем как дамка. И черные красиво побеждают. Красивая комбинация. Так, если в этой позиции черные вместо хода gf6 захотят выиграть, допустим, сыграют cb6 здесь, белые уже при случае могут перехватить преимущество. Ну, надо играть b5, иначе черные свяжут левый фланг белых. Черные меняются gf6. И белые играют hg3. Еще единственный ход, позволяющий бороться за ничью. Здесь, конечно, правильно играть за черных cd4. Тогда играем ab4. Ну и на ход bc5 уходим на бортик. Если черные играют bc7, это верный ответ, тогда связываем полностью центр черных. Видите, взяли его в клещи, так называемые. Ну и после размена партия быстро заканчивается ничьей. Нападаем, надо закрываться, и меняемся назад. У черных более приятная позиция за счет центра, но партия, я думаю, быстро закончится ничьей. Особого преимущества тут у черных, конечно, нет. Но в этой позиции после bc7 мы рассмотрели ничью. У черных был проигрыш, если бы они сыграли hg5. Напрашивающийся ход, то есть черные хотят сыграть gf4 и полностью захватить центр и выиграть. Но здесь белые очень красиво побеждают. Связываем центр черных снова. Видите, взяли его в клещи. И здесь есть два хода. fg7 и bc7. После хода fg7 белые проводят красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белый. Я уже показывал на одном из стримов все эти комбинации. Но, как говорится, повторение мать учения. Ну, тем более комбинации красивые. Играем ef4. Затем hg5. И играем b3. У черных образовалось множество трещин в позиции. И мы наносим решающий удар. Сперва в дамке бьем, а затем снимаем шашку b2. Грозим побить шашку f2, поэтому приходится ставить дамку. Но здесь просто играем cd2. И как бы черные не побили, мы легко выигрываем. Если побьют сюда, мы просто побьем, допустим, на d8. Так. Теперь разберем комбинации после хода bc7. Здесь есть аж две комбинации. Тоже поставьте видео на паузу и попытайтесь найти обе комбинации за белый. Первая комбинация простая. Просто gf4. Пропускаем черных дамки, затем эту дамку сбиваем и наносим второй удар с выигрышем. Простая комбинация. Вторая комбинация – это идея знаменитого шахматиста и шашиста Рашида Нижмеддинова. Отдаем еф4, затем hg5 и затем аб2. Снова в позиции черных образовалась, видите, так называемое решето. И мы наносим свой решающий удар. Например, вот по такой траектории. Напоминаю, что через одно и то же поле, cd4 в данном случае, белые могут перескакивать два раза. Через одну и ту же шашку перескакивать нельзя. Через одно и то же поле два раза можно. Так, посмотрели красивые комбинации. Так, если черные в этой позиции играют cd4. Если же черные в этой позиции играют b5, тогда у белых уже большое преимущество. Играем fe3. И вот здесь после хода bc7 белые уже должны победить. Меняемся. И снова, видите, образовалась связка. То есть, три шашки белых держат целых шесть шашек черных. В черных играет только одна шашка. Но черные думают, что у них позиция лучше, но это не так. На cb6 играем cd2. И после хода bc5 играем gh2. Тут есть два хода. cd4 и fg7. После хода cd4 наносим удар гроссмейстера Зиновия Цирика. Тоже поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Отдаем две шашки. И затем, видите, черные обязаны бить шашку f4. Делаем ход d3. И затем наносим удар на поле c7. Здесь уже черные обязаны бить шашку e3. Мы бьем шашку g3. И потом проходим в дамки либо на b8, либо на d8. И легко выигрываем. После хода fg7 это уже шлиф гроссмейстера Евгения Кондраченко. Кстати, он мне показал все эти варианты. Я кое-что дополнил, конечно, но основная работа проведена именно Евгением Кондраченко. международным гроссмейстером из белорусского города Гомель. Белые играют d3. Надо жертвовать шашку a b4. Черные еще сопротивляются. Но белые здесь тоже красиво побеждают. Игра bc3. Лучше побить на поле b2. И после вынужденного хода f5 есть, конечно, удар просто e d4 и выигрыш. Но есть прикольная комбинация после хода hg5. То есть здесь выигрыш белых после хода e d4 с помощью присоски. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за белых. Подсказка присоска или контрудар. Играем gf6. Заставляем сбить шашку f6. А затем неожиданно играем a b6. И выясняется, что куда бы черные не побили, они проигрывают. Если бьют таким образом, то мы выигрываем так. Если черные бьют в эту сторону, тогда прорываемся в замки и так же легко выигрываем. Вот такие красивые комбинации. так. Рассмотрели друзья дебют после размена fe5. Но это уже известно многим квалифицированным и опытным шашистам. Поэтому черные обычно в этой позиции хотят уклониться от этих вариантов. и в последнее время, последние лет 15 начали играть вот d5. Тоже интересная система игры. Оказывается, здесь преимущество все-таки у белых. то есть белые играют bc3 черные допустим играют hg5 и белые играют gh4. Рассмотрим партию Кондрыченко Вадим Дашков. Это сын известного чемпиона мира и чемпиона России Олега Дашкова. Вадим в этой позиции сыграл gf4. Этот ход ставит черных на грань поражения. Мы сейчас рассмотрим все возможные варианты, но вот этот ход уже очень плохой. Смотрите как захватывают белые преимущества. Они играют b5. Ну допустим g6. Тогда играем ab2. И если черные играют fg7, то есть как-то развивают свой сильный левый фланг, тогда играем ab4. То есть видите у черных на большой дороге 4 шашки, а у белых только 3. То есть на самом деле конечно преимущество здесь у белых. И вот в этой позиции уже у черных во всех вариантах проигрыш. В партии Вадим сыграл cd6 и белые провели симпатичную комбинацию. Она не сложная, но такая замаскированная так скажем. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти ее. Вегений Кондриченко в этой позиции пожертвовал шашку hg3. Затем еще одну. Ну и вот выявилась решетчатость. Играем ab6 и в этой позиции черные сдались. Красивая победа международного гроссмейстера. Но также друзья в этой позиции проигрывал ход hg5. Здесь белые выигрывают не менее красиво. Играем b3 и снова видите нет хода cd6 потому что белые проводят комбинацию. Мы ее уже знаем. hg3 затем ab6 ну и прорываемся в дамки с выигрышем. так если в этой позиции черные играют g6 уже единственный ход тогда жертвуем шашку красиво ab6 то есть ну в эту сторону естественно бить нельзя снова удар да поэтому черные вынуждены принять жертву тогда белые делают кривой ход dc5 но у черных оказывается что выхода нет то есть на ход bc7 или dc7 последует удар ab6 а на единственный ход hg7 тогда играем gf2 выжидаем и черные еще как-то сопротивляются играют ed4 здесь конечно аккуратно надо побить одну шашку две шашки бить нельзя потому что тут после всех разменов будет только ничья черные наносят удар по затылку и выигрыша белых как не бывало поэтому после жертвы ed4 бьем назад и здесь у белых легкий выигрыш потому что у черных очень слабая связка левого фланга ну допустим bc7 строим ударный кулак на своем левом фланге ну и на любой ход допустим ed6 или cd6 играем bc5 то есть затем играем cd4 fg3 и черным остается только сдаться вот такой позиционный выигрыш тоже довольно таки красивый то есть друзья выяснили ход gf4 очень слабый давайте теперь рассмотрим более логичный ход g6 здесь белые также играют b5 и снова плохо играть gf4 то есть все сводится к рассмотренным вариантам правильно конечно в этой позиции играть ed6 в чем идея то есть черные грозят разменяться bc5 вывести свою отсталую шашку поэтому белым приходится играть ab4 и тогда черным уже надо играть для уравнения энергично именно dc5 белым приходится бить в эту сторону и позиция разряжается партия идет ничей вот это наиболее точное продолжение в этом дебюте за черных если же черные в этой позиции снова начнут мудрить сыграют gf4 думая что у них преимущество то белые могут выиграть например ab2 если черные играют cd6 то есть строят колоночку тогда меняемся dc5 и видите у черных очень плохая позиция они думают что у них хорошо играют bc7 то есть грязят выиграть шашку и вот здесь рассмотрим партию владимира егорова с международным гроссмейстером также чемпионом россии чемпионом мира юрием королевым владимир егоров в этой позиции пожертвовал шашку а b6 это первый вариант секретный и второй вариант секретный cb4 это уже вариант указанный международным гроссмейстером игорем михальченко после b5 интересная жертва и b3 выясняется что у черных лишняя шашка но позиция крайне слабая то есть видите нет хода bc7 из-за dc7 из-за простого удара то есть отдали две шашки забрали три и попали в дамки то есть правый фланг черных парализован остается играть только hg5 когда белые играют gf2 ну и тут есть два хода fg7 как было в партии егоров королев уже окончательно проигрывает белые играют fe3 выясняется что нельзя сохранять шашку допустим сыграть g6 из-за простого размена cb4 и от угрозы cb6 и попадания в дамки у черных нет спасения остается только сдаться поэтому в партии Юрий Королев пожертвовал обратно шашку и сыграл ed4 еще надеюсь на ничью но Владимир Егоров здесь провел симпатичную комбинацию поставьте видео на паузу и попытайтесь найти ее за белых белые играют ab4 и у черных есть два варианта боя если они бьют на f2 тогда бьем на e5 и затем выбиваем царскую шашку а затем наносим свой финальный удар и легко побеждаем партии Юрий Королев в этой позиции побил на поле b6 но здесь белые также легко побеждают то есть бьем бьем отдаем две шашки выбиваем шашку e5 и наносим свой финальный удар очень красивая партия шлиф Владимира Егорова так друзья давайте теперь в этой позиции рассмотрим ход hg7 то есть fg7 мы выяснили окончательно проигрывает прошу прощения после хода hg7 все-таки у черных была красивая ничья если белые играют fg3 тогда черные проводят красивый удар fe3 выясняется что на h6 бить нельзя из-за такого удара и белые даже проигрывают поэтому приходится бить на d6 тогда черные играют gf4 и прорываются на преддамочное поле белые сопротивляются размениваются у черных образовался рожон на поле c3 но грозит удар по затылку cb6 и как бы черные не сыграли белые выиграют шашку поэтому у черных единственный ход ef6 ну и далее возможен красивый вариант смотрите hg3 gh6 у белых закончились ходы поэтому надо возвращать шашку и затем играть вот друзья подумайте куда бы вы сыграли ef2 или ed2 один ход проигрывает а второй ведет к ничьей подумайте неожиданно выясняется что напрашивающийся ход ed2 я бы точно так сыграл проигрывает черные отдают шашку и делают тихий ход fe7 и белые проигрывают из-за своей отсталой шашки g3 то есть хода hg5 нет из-за ed6 fe5 также проигрывает из-за ed6 остается играть допустим только d3 тогда меняемся ну и здесь черные легко побеждают допустим ed4 ab4 пошли белые даже до дамок не доходят то есть черные блокируют шашку на поле d6 затем ставят дамку на поле a1 и обрезают вот эти две шашки по большой дороге и легко побеждают правильно конечно в этой позиции было играть ef2 ход далеко не очевидный и сложный в чем идея когда черные снова жертвуют шашку и играют fe7 мы играем hg5 то есть сейчас бесполезно выигрывать шашку так как белые успеют прорваться в дамки поэтому черные еще пытаются выиграть игра dc7 когда играем fe3 и на нападение cd6 здесь нас спасает присоска gf6 уже черным надо быть осторожным надо бить на поле g5 и затем нападать сразу же на две шашки белые белые еще пытаются выиграть нападают на черную шашку но здесь черных снова выручает присоска hg5 ну и куда бы черные не побили это ничья вот такие красивые варианты это уже я нашел с помощью компьютерной программы tosh теперь друзья давайте рассмотрим жертву игоря михальченко то есть cb4 кроме хода ab6 был возможен ход cb4 ну белые грозят сыграть b3 и cb6 и прорваться в дамки поэтому черные обязаны играть cb6 тогда белые играют b5 в чем идея то есть мы хотим сыграть b3 gf2 затем отыграть свою шашку и у белых будет очень хорошая позиция здесь единственные шансы на ничью у черных после хода hg5 тогда белый играет b3 черные играют hg7 белые играют gf2 черные играют g6 но тут черным не отвернуть от этого варианта тогда играем d3 и сейчас рассмотрим партию тоже двух гроссмейстеров арунаса нарвайшеса чемпиона ссср чемпиона мира и гроссмейстер национального гроссмейстера из израиля юрия кириллова партия 2016 года чемпионат европы в тбилиси значит юрий королев играл черными он здесь разменялся ed6 единственный ход и белые связывают левый фланг черных приходится играть ef4 единственный ход тогда закрываемся черные сыграли dc5 белые напали черные отдали шашку и разменялись то есть у белых не было шашки сейчас уже лишнее стало поэтому у белых здесь огромное преимущество далее в партии было bc7 ed2 белые поставили дамку на b8 черные ставят дамку на e1 у черных пошли единственные ходы bc7 черные напали то есть белые видите хотели занять поле a5 и постепенно провести шашку c5 в дамке поэтому черные сопротивляются напали белые отошли на поле g3 то есть хотят напасть поле e1 и нет нападения с b4 из-за хода gf4 и белые победят поймают дамку черных поэтому черные играют на поле d8 стоит угроза fg5 поэтому белым надо играть на поле e1 черные играют f5 снова находят единственный ход белые нападают черные снова находят единственный ход меняются и вот здесь юрий кириллов ошибся правильно было бить на поле e3 и шансы на ничью еще сохранялись друзья эндшпиль очень сложный я не буду вдаваться в подробности в детали просто покажу возможный выигрыш белых в партии белые тоже сыграли не точно но тем не менее постепенно додавили черных а в этой позиции у белых был красивый выигрыш а b4 то есть белые хотят провести постепенно шашку b4 в дамке ну допустим сыграть b5 затем перевести дамку на a3 потом грозить вот таким разменом поэтому черным надо играть а b6 тогда белые играют b5 точный ход надо отходить затем белые делают выжидательный ход и когда черные играют gf2 надо сыграть hg3 в чем идея если черные уходят назад на g1 а другого хода у них просто нет сюда нельзя отходить из-за такого хода сюда нельзя из-за такой ловли поэтому приходится играть на g1 тогда играем дамкой на e5 точный ход и все у черных нет ходов приходится жертвовать шашку таким образом ну и как-то еще сопротивляться нападать с поля h2 тогда закрываемся и не боимся размена потому что бьем дамкой до конца и возникает финал столбняк белые красиво побеждают друзья если вам понравилось данное видео не забывайте поставить лукас и подписаться на канал выражаю еще раз огромную благодарность международному гроссмейстеру Евгению Кондраченко вот все друзья варианты указаны им я только немножко доработал и показал вам если вы хотите поддержать творчество Евгения то в комментариях оставлю ссылочку на его карточку друзья пожалуйста поддержите Евгения чтобы у него был стимул стимул для дальнейшей работы до свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной песках